Министерство экономики ищет способы поддержать энергоемкие предприятия, которые в последние годы все чаще думают о переносе производства из Латвии, например, в Эстонию. Там счета за электричество ниже. По задумке Минэкономики, эти заводы можно было бы частично освободить от обязательного плата пошлины за использование возобновляемой энергии. От этого, впрочем, не в восторге ее производители. Тему продолжит Сергей Герасимов. Компонент обязательной закупки, или ОИК, это отдельная статья в счете за электричество каждого потребителя Латвии. Эти деньги поставщик электроэнергии платит производителям зеленого электричества, у которого обязаны его частично закупать. То есть маленьким гидроэлектростанциям, биогазовым станциям, владельцам ветровых генераторов, термоэлектростанций. Крупных индустриальных потребителей электричества, вроде заводов, от этого обязательного компонента нужно частично освободить, решили в Минэкономике. Сейчас стоимость электричества не всем из них по карману. И задача для министерства сделать такую ценовую модель электроэнергии, чтобы эти индустриальные, скажем, производители были бы заинтересованы не только как-то сохранять эти производства здесь, но найти то есть источник для развития. Минэкономики надеются, что снизить стоимость электричества для крупных потребителей получится почти на треть. Здесь отдельно отмечают, что для домохозяйств при этом ничего не изменится. А вот для таких потребителей, как офисные здания и магазины, электричество, скорее всего, станет дороже. Они частично компенсируют то, что недоплатят заводы. Я не думаю, что для офиса, скажем, в цене энергетики относительно 10-20% не может фундаментально поменять работу, не знаю, министерства или какого-то другого офиса. Так что, ладно, будет немножко больше это, но всё-таки мы даём возможность развиваться промышленностью. Впрочем, больше всех задумками Минэкономики недовольны даже не те, кто будет больше платить, а сами производители зелёной энергии. Орвилс Хенненч, владелец небольшого частного ГЭС, говорит, они уже сегодня по горло в налогах. А если государство отберёт у них ещё и часть прибыли от ОИК в пользу больших заводов, многим придётся думать о прекращении бизнеса. Это для этих электроэнергоёмких предприятий мизер. И мне думаю, что более эффективно они бы выиграли, если действительно посмотрели внутри собственного предприятия, каким образом эта энергоэффективность сохраняется, как она уменьшается и так далее. Государство должно поддерживать своих производителей, но во всяком случае не такими шагами. И надо ещё иметь в виду, что местные производители – это им производители электроэнергии, тепла и так далее. То есть все те производители, которых я представляю, тоже местные производители, не какие-то там пришельцы. Согласно подсчётам Федерации возобновляемой энергии, задумка Министерства экономики может лишить их отрасль третьей оборота. Проект поправок, который Минэкономики сегодня подготовила для Кабмина, правительство решило рассматривать лишь через неделю, чтобы ещё раз уточнить мнение вовлечённых сторон. Сергей Герасимов, Кришьяни Слэйтис, Латвийское телевидение.